Всем большой привет! Это Юля, риэлтор из Чикаго и пригородов. И сегодня мы с вами находимся в городе Чикаго и посмотрим обзор вот этого нового дома. Это новая постройка, построена в 2022 году. Здесь очень красиво внутри и также, не знаю видно или нет, но вот там виднеется Вилл Ставель. Всего лишь в 9 минутах вы уже будете находиться в центре города Чикаго. То есть это сейчас расстраивается район. Как видите, по эту сторону где-то есть новые такие дома поновее. Где-то есть старенькие, это даже я смотрела 1890-х годов, то есть им больше 100 лет. А вот здесь уже напротив совершенно новые дома, новые постройки. Очень красиво и я не могу дождаться показать вам этот четырехкомнатный дом с тремя с половиной ванными комнатами. И давайте посмотрим, что же нам предлагает на рынке недвижимости дом за 750 тысяч долларов в районе Чикаго, который начинает потихонечку расстраиваться. Пошли со мной. Окей, давайте зайдем в этот трехэтажный домик. Точнее тут, ну как бы два этажа и внизу подвал. Все такое новенькое. И все новые дома с этой стороны. И посмотрите на этот открытый концепт дома. Вау! И здесь, конечно же, буду повторяться, что никогда не влюбляйтесь в дизайн, потому что всю эту мебель заберут. Это просто для того, чтобы вы прочувствовали, как может быть. Скорее всего, знаете, как какая-то мебель с икеи. Ну и, конечно же, это дает презентабельный вид. Смотрите, как только мы с вами заходим, это главная дверь, здесь сразу мы видим с вами гардеробное. Здесь единственное, что нужно, полочки поставить. И также мне нравится, что здесь как бы не просто белые стены, а да, есть какой-то, как это правильно сказать, какие-то вот там другого цвета стена. И посмотрите, также они здесь сделали такую плитку. И дальше это деревянный пол. И, значит, это идут ступенечки вверх, где три спальни сверху, и ступеньки вниз в подвал, где еще одна спальня и ванная комната. Это, как вы уже заметили, как бы прихожая, да, и также гостевая комната. И здесь, собственно, столик, чтобы покушать с семьей, и дальше кухня. Мне все очень нравится, и тоже, что кабинеты здесь длинные, высокие, и также мне нравится, что верх белый, а не с другого цвета. И вот эти золотые ручки, тоже не всех в американских домах вы увидите ручки. Это что-то, что обычно не идет вместе с кухней, и вы должны как бы докупать отдельно вот эти ручки. И вытяжка. Это прям... А ну-ка, давайте проверим. Ага, тут свет. Ой. Так оно. Ага. Окей. Но то, что... Ага, тут еще как-то оно двигается. То, что есть вытяжка, это большой плюс. Очень красивая, да, вот сантехника, точнее, очень красивые и новые здесь посудомоечная машинка. И также готовить будет здесь приятно на такой современной плитке. И вот здесь у нас устроена, как вы видите, микроволновка. Тоже такая Вирпул американский бренд. Все так... Как-то она поглубже, чем обычно. И смотрите, здесь вообще другого цвета кабинеты под какое-то дерево. Тоже мне нравится, что как-то оно все красиво смотрится. И вот этот кантертап красивый, и мне нравится, что он в пол. И, конечно же, холодильник такой классный. И хочу заметить, что это как New Construction, да, новая постройка. Не во всех New Construction вы увидите, что холодильник идет вместе с продажей. Но здесь идет... Единственное, что не идет, это машинка стиральная. Но еще мы с вами к этому вернемся. Это тоже полочки поставить, да, как вы хотите. И это будет шкаф. И здесь у нас может быть тоже как бы или шкаф, или, как еще называют, пентри. Такую кладовочку для, собственно, целой кухни. Но то, что здесь нету стен, это мне очень нравится. Очень открыто, еще раз повторюсь. И мне очень нравится. Дальше. Смотрим. Я сто раз повторила, что мне очень нравится. Но я на самом деле как бы восхищена, как они сделали вот эти все дизайны и продумка. Дальше мы с вами оказываемся на заднем дворике. Также вы видите, есть гараж на две машины. Все новое, и крыша, и сайдинг, то есть по бокам. И также ограждено, то есть спокойно можно здесь иметь собаку, животных, деток не бояться сюда выпускать, чтобы они играли. И также можно здесь поставить столик, пить кофе. И, в принципе, здесь довольно такой тихий, тихий райончик. И видите, это, видимо, то ли какая-то было здание. Мне кажется, оно уже не рабочее. И, скорее всего, тут тоже будут что-то сносить. А на этом месте, поверьте или нет, была когда-то школа в Чикаго, начальная. Там уже люди живут, там уже выкуплены дома. А эти еще мы ожидаем, чтобы они достроились и сделали ремонт. Вот так это выглядит. И давайте же дальше пойдем на второй этаж. Еще здесь, на этом главном этаже, я вам покажу половинку ванной комнаты. Это дом 4 комнаты и 3,5 ванных. Это первый гостевой туалет. Тоже такие. И плиточка здесь красивая. И вот этот умывальник такой необычный. Мне прям очень нравится. И давайте же пойдем с вами наверх. Я без ума от этих окон. Тоже очень много они дают света. Видите, как разносят почту в Америке. Так, идем с вами наверх. Ступенечки у нас тоже деревянные. Я в бахилах, так как не хочу ни замазать. И это все новенькое здесь. Так, смотрите. Вот такой вид у нас. Здесь три комнаты. Ванная. Ванная. Это самая главная комната. Здесь мы с вами заходим. То есть в этой главной комнате. И посмотрите, какой. Ой, еще есть это skylight. То есть в небо окошко, которое смотрит. И, боже мой, огромное. И зеркало. Очень много места. Мне нравится, что и для нее, и для него есть, собственно, умывальник. И, конечно же, я обожаю, когда в Америке такое делают. Ну, не только в Америке, скорее всего. Но вот в новых домах часто делают такую лавочку. Бенч. И у нас вот такую с вами душ. И видите, да? Чтобы ничего не разляпывалось. У нас такие дверки. Есть ли такое слово разляпаться? Так, идем дальше. Вот это, собственно, комната. Очень высокие потолки. И у нас есть два гардеробных шкафа. Там тоже нет никаких полочек. Это сами можно самим прикручивать. И посмотрите на эти граффити. Когда мы с вами были внизу и смотрели на гараж, этого не было видно. Но каждый гараж имеет какое-то свое граффити. Я не знаю, удалось ли людям, которые покупали, выбирать, какие граффити будут на их дверях или это уже как бы такая задумка. Но это как-то добавляет какой-то, знаете, красоты и радужности. Очень мне понравилась такая идея. Дальше у нас вторая ванная. Мне, знаете, что здесь нравится? Что не похоже как под копирку, как в других новых постройках. Какие-то другие полы. Каждая ванная, она другая. А здесь вообще вот есть такое у нас модное зеркало. Свет мой. Зеркальце скажи, хороший ли я риэлтор? Дальше. Ванная здесь, как вы видите, она уже... Она такая маленькая, как по американским стандартам. Но она такая, видите, квадратная какая-то. Мне тоже это нравится. И здесь уже такой другой кабинет. И даже вот есть такой шкафчик тоже. Полочки поставить. И можно какие-то полотенечко прятать. Дальше у нас вторая комната. Красивый цвет такой зеленый. Кровать сюда влазит. И здесь есть такой шкаф. Видите, как черные ручки сейчас, они придают какую-то свою красоту. Не прям так просто, знаете. Как-то оно получше смотрится. И вот эти черные ручки тоже из зависы. Не знаю, как на другом языке. Тоже мне это нравится. И здесь можно поставить, собственно, ваши машинки стиральную и сушку. А здесь как бы они не входят в продажу. И у нас третья комната. Посмотрим, что здесь. Так, третья комната. Выглядит вот так. Тоже нету ковров. Как хорошо. Можно себе спокойно дышать. И вот такой у нас тоже шкаф. Довольно вместительный. Не знаю, вам видно или нет. Но там хороший кусок. Выделен для этого шкафа. И вот так это, собственно, выглядит. Хорошие размеры комнат. Идем с вами вниз. Видите, да? Как красиво. Мне почему-то все нравится. И нравится, что, повторюсь, здесь есть высокие потолки. Так, идем с вами вниз. И хотелось бы, конечно, когда заезжаешь в дом, чтобы кто-то подобрал цветовую гамму. И вот заезжаешь сразу в такую красоту. Так, идем с вами вниз. Идем вниз. И мне кажется, вам очень понравится подвальчик. А сейчас посмотрите, почему. Во-первых, здесь, ну, оно не чувствуется как подвал. Просто, видите, окна. Они не прям под землю уходят. Они, ты еще видишь улицу. И это как такой ground level, да? Basement, как еще называют. И здесь спокойно тоже можно жить. Тут есть вот такое место. Я не знаю, можно какие-то коктейли делать. И также есть вот своя мини-гостина. Или здесь можно сделать игровую для детей. Или вообще тоже какую-то игровую комнату даже и для взрослых. Посмотрите, как они здесь сделали стену. А, это обои. Я бы не сказала. Очень мне нравятся. Я бы не подумала, что это обои. Хорошо сделано. Дальше у нас здесь, собственно, сам памп. Здесь такой дренажный насос, чтобы не затапливало. И дальше у нас большая. И еще одна комната для прачечной, для стиралки. Здесь, видите, уже больше места. Можно какие-то шкафчики поставить. На втором этаже это более для удобств. И здесь вот еще у нас такая комната, где хранится бойлер и котел. Это в Америке называется furnace и water here. Дальше, собственно, целая ванная комната. Совершенно другой дизайн интерьера, да, в этой ванной. Тоже такой красивенький здесь tile, плиточка. Очень классно. И комната для гостей, может быть. Может быть, как экстра, если у вас тинейджер, подросток, да, хочет уединения. Вот, пожалуйста, будет ему целая здесь, как такая, своя часть дома. Ну, посмотрите, как это выглядит. Очень круто. И здесь тоже очень довольно много света. И мы видим с вами уличку, окна. Все хорошо, все чисто, ново и приятно. Спасибо, что смотрели это видео до конца. Надеюсь, вам понравился обзор этого дома. Если у вас есть любые вопросы по поводу недвижимости, вы ищете купить, продать ваш дом в Чикаго или пригородах, или вы инвестор и ищете дом или квартиру, чтобы сдавать в аренду, обращайтесь ко мне. Я буду рада вам помочь. А мы с вами встретимся в следующем ролике. Чтобы меня найти, пожалуйста, пишите мне на инстаграм или на мой имейл. Пока!